В столице продолжаются работы по легализации земельных участков. На сегодняшний день госучреждением Кадастер жителям жилых массивов выдано 686 технических паспортов. В этом выпуске программы МАЕК мы поговорим о трансформации земель в целом с директором государственной земельно-водной инспекции Министерства сельского хозяйства Айнурой Кенджибаевой. Здравствуйте, Айнур Абдурасовна, добро пожаловать к нам в студию. Для начала расскажите, пожалуйста, какие вообще существуют категории земель, потому что, насколько мы знаем, тот процесс, который сейчас ведется по трансформации, он касается не только сельскохозяйственных угодий, но и других категорий земель. Добрый день. Вообще земельным кодексом действуют сейчас 7 категорий земель. Это категория земли сельхозназначения, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли промышленности, особо охраняемые земли. В основном это раньше, как бы с 2014 года, когда проводилась работа, эта работа проводилась только в определении количества застроенных индивидуальными жилыми домами на орошаемой пашне. Как вам хорошо известно, было принято закон о моратории в 2009 году. Поэтому в связи с тем, что в связи с принятием закона о моратории многие принятые решения местного самоуправления до конца, до логического конца не довели. Поэтому со стороны правительства было задание полностью определить и выяснить, в чем причина, и определить площади, сколько же все-таки гектаров необходимо трансформировать. Поэтому в настоящее время действует 7 категорий земельного фонда. И сейчас, чтобы все земли, которые уже были, ну это не очень такой красивый термин, но тем не менее были захвачены там в 2005, где-то задолго до этого и после, и на которых уже люди живут и образовались целые жилмассивы, поскольку они принадлежат разным категориям, было принято распоряжение о том, чтобы все эти земли вот одним распоряжением уже перевести и решить эту проблему наконец, да? Да, данный вопрос раньше рассматривалось в 2014 году. Создана была комиссия и определили только один вид угодий одной категории земель. То есть это категория земли сельхозное значение, вид угодий был горошаемый, как я вам сказала, это было связано в связи с принятием закона о моратории на горошаемую башню, да? В целях, ну так как мы это республика аграрная, нам необходимо сохранить все-таки категорию земли сельхозное значение. В этих целях создана была комиссия и определились только по одному виду угодий. Около 13 500 гектаров были застроены индивидуальными жилыми домами. Из них 11 200 гектаров это земли государственного фонда, а около 2200 гектаров это были на землях, земельных долях застроены. Потом, когда уважаемый президент встречался с жителями жилмассива Агурдо, как раз этот Агурдо, там 19 конторов, это орошаемая башня, как раз она изучалась данным законопроектом. Там около более 10 тысяч семей застроились, и им необходимо было получать эти документы на данный земельный участок. Как вам хорошо известно, потом нашим уважаемым президентам был подписан закон, который, надо говорить, благодарность, потому что, как вам хорошо известно, в течение более 15-20 лет данный вопрос не решался, к сожалению. И, наконец-то, он взял ответственность и подписал данный закон. И данный закон сейчас работает. Работает там в целях решения социальных проблем данный закон был подписан и действует. И в то же время параллельно мы ставили вопрос, чтобы в дальнейшем не допускать, чтобы в дальнейшем люди, которые будут стараться теперь повторно захватить земли, это ужесточающая норма принята, сейчас работает. Это 212-я статья Уголовного кодекса. Если впредь кто-то будет стараться, не то что захватить, даже стараться, предпринимать попытки захвата, они будут отвечать Уголовному кодексу до 5 лет лишения свободы. Эта норма работает. И вторая норма, это когда в 2020 году мы ее ввели, норма работает. Если даже гражданин, получивший земельный участок под одному целевому направлению, они должны соблюдать целевое назначение. Если вдруг на этих землях будут нарушения целевого назначения и ввести какие-то незаконные строительства или домов, или другие строения. Также эта норма сейчас работает, уже вошла в силу лишение свободы до 4 лет. То есть уголовные будут отвечать. Для чего мы это ужесточайшие нормы приняли? Потому что уже работает комиссия по данному втреть, чтобы все-таки мы обязаны жить в правом поле. Поэтому дальше не должны допускать именно или захват земель, или не целевое использование. Потому что, к сожалению, всего сейчас именно категория земли сельхозозначения осталось 1,2 млн гектаров. Это очень малая площадь. Уходит около 15 тысяч гектаров только по одному виду угодий, по одному направлению. Поэтому у нас есть и продовольствие, и безопасность. Мы должны все это учесть. И все-таки, как граждане законопослушные, мы должны жить, и работать, и действовать только в рамках действующего закона нашего. Исходя из этого, у меня два вопроса, вот конкретно по этой теме. Первый. Вы сказали, что если человеку отведены земельные участки, для, например, ведения сельского хозяйства, на этих землях строительство категорически запрещено. Но есть ли норма, исключающая, например, какие-то легкие конструкции, может установку, я не знаю, что-то вроде крытого топчана или амбаров для собранного урожая временного хранения? Есть ли такие ограничения? Есть, конечно. Если гражданин взял земли, которая входит в категорию земли сельхозозначения, там есть специальная норма, которая в целях сохранения сборного урожая, допустим, допускается легкая конструкция, вот раньше были полевые станы, но это все оговаривается в составляющем документа. Если договоры не заключают, двухсторонные, это все с легкой конструкцией есть норма такая. Она будет сидеть объект, как категория, объект сам по себе, она будет считаться, как объект сельхозозначения. Это ни в коем случае, это ни ЖЭС, ни другое. Раз, значит, даже на пастбищах строится, где кошары, там рядом Чабанский домик. То есть это есть нормы, объекты, которые имеют свое целевое назначение. А в данном случае это будет объект сельхозозначения. И второй вопрос, уже касающийся нормы ужесточения, введенный в уголовный кодекс. Понятно, почему введена эта норма, как вы отметили, чтобы предотвратить в дальнейшем сама захват земельных участков, особенно касающихся земель сельхозозначения. Но в то же время, вот за этот период, когда президент взялся за эту проблему, и она началась решаться постепенно, были ли случаи зафиксированы, такие, что люди определенной категории, пытаясь воспользоваться вот этим послаблением, пытались там дополнительно участок себя отхватить или легализовать свой участок, который, ну, например, он относительно там на протяжении последних двух-трех лет решил, что это будет его участок или каким-то образом он его получил. Ну, таких фактов, конечно, сказать, что исключились, нет, конечно, потому что в основном проблемы в тех конторах, которые были близко расположены к городу Бишкек. Это Соклухский район, это Новопавловская и Война Антоновская. А в Аламудунском районе это тоже такие же, как Караджигач, Кокджар, Лебединовская и Майевская. То есть те Алюкмиты расположены близ к городу Бишкек. И в Паволжской области это город Тош и Карасовский район. В тех районах, конечно, были фиксированы те контура, которые сначала вот с 2014 года обследовались и дополнительные были застроены дома. Вот такие факты есть. Но дополнительно, чтобы захват земельного участка был, такого же факта, слава богу, таких нет, потому что данная норма работает уже с 2018 года. Есть факты, только где нарушается целевое назначение. Теперь вот эта норма остановится, когда мы, вот проект закона сейчас готовый уже, уже общественное срушение прошло. Дай бог, скоро, наверное, в той неделе уже кабинет министров начнем уже обсуждать данный законопроект, где уже наконец-то будем ставить точки над «и». то есть все те, которые были застроены индивидуальными жилыми домами, будут узаканиваться. Дополнительно к этому еще направление те, которые получили госакты о право частной собственности, но с целевым назначением сельскохозяйственные, да, они тоже будут узаконены. И у кого есть решение, решение уполномоченного государственного органа, то есть решение Айлёк-Муты или района о трансформации из одной категории в категорию земли населенного пункта. Вот эти нормы тоже будут, сейчас работает над этим комиссия, и непригодные земельные участки, то есть в связи с тем, что данный контур был застроен индивидуальными жилыми домами, были приняты решения, у некоторых имеются госакты, поэтому между ними, которые остались пустые земельные участки, они непригодны к использованию по данному целевому назначению, поэтому этот земельный участок тоже входит и определяется все-таки, сколько гектаров, из каких категорий земель будут трансформированы. Точное будет, значит, до 1 февраля комиссии должны предоставить, республиканская комиссия, эти информации, и полностью свод за министр Козом, потому что председатель комиссии является наш министр Аскабек Сапарбекович, и будем предоставлять у кабинета министров такую полную подробную информацию. По поводу технических паспортов, которые сейчас выдаются, в основном в тех жилмассивах, которые находятся близ Бишкека или в черте города, и предварительно это, грубо говоря, паспорт именно на постройку, на недвижимое имущество, на дом или на времянку и на все остальное. Но красные книги, вот как раз госправе пользования в собственности, их еще не выдавали. И вот какой процесс сейчас идет, и при каких условиях будут выдаваться уже красные книги, и всем ли их будут выдавать? Ну, к сожалению, красные книги, так называемые народом, это государство, право частной собственности на земельный участок, они выдаются в установленном порядке, где допускается выдача этого правоудостоверяющего документа. В законе говорится, уже принятом законе есть норма, если земельный участок не соответствует санитарным требованиям, где сам норма нарушена. Это те земельные участки, которые расположены рядом с кладбищами, закрытыми кладбищами, действующими открытыми кладбищами, или вот где очаг сибирской язвы, или там, где высоковольтные линии. То есть вот те нормы, которые есть специальная норма, полоса отчуждения, санитарно-защитные нормы. Если дом построен внутри этой санитарно-защитной нормы, тогда, конечно, им не будут выдаваться государственные акты о правоочастной собственности именно на земельный участок, потому что они построены, к сожалению, в запретной зоне. Им только будут выдаваться технические паспорта. А там, где есть соответствующие нормы, они есть и соблюдаются, тогда, конечно, им будут полностью выдаваться госакта правоочастной собственности на именно их участок. В этом же законе написано, что если вдруг есть арест, наложен на данный земельный участок уполномоченными органами, то есть или со стороны судебных органов власти, или правоохранительные органы, или сам госрегистр, или любой гражданин имеет право накладывать арест, если какие-то споры есть. Если действующий арест есть, тогда комиссия не рассматривает до решения этих спорных вопросов. Потом, после уже будет рассматриваться. И на такие тоже земельные участки они не будут выдаваться госактой. А вот о тех запретных зонах, о которых вы говорите. Ну, если при определенных условиях, например, на тех же участках сельхозназначения, на которых уже есть дома, которым уже выданы технические паспорта, и вот-вот выдадут, узаконят их земли, и они получат так называемую красную книгу, а как быть тем, которые все-таки построили свои дома возле кладбищ, возле скотомогильников, консервант, где законсервирована сибирская язва, или, например, под линиями высоковольтных проводов. Как им быть? Какие процессы там дальше будут происходить? Ну, дальше никаких процессов не будет. То есть процессы там, многие сейчас слух опустили, что как будто снос там будет. Нет, такого процесса не будет. Но, к сожалению, они построили на тех земельных участках, которые запретны. Да, да, да. Но они, как человеческий фактор, желательно им нельзя там жить, потому что все-таки сам норма действует. Все-таки вот эти отрицательные климатические условия будут на здоровье влиять. Поэтому желательно, конечно, хотелось бы, чтобы они там не жили дальше. А так, со стороны государства никаких таких негативных действий не будет. Ну, это уже на их совесть, да, пусть сколько жили и живут, но, к сожалению, это очень отрицательно действует все-таки на здоровье людей. Поэтому они должны беречь себя. То есть отрицательному? Этихпаспорт выдаются только для того, чтобы... Сейчас как раз в этом законе значит, есть норма, где принимается данный застроенный участок, дом, как жилое помещение. Всего лишь признаем, что человек может там жить. Все. Поэтому не выдаётся, а выдаётся техпаспорт для того, чтобы могли там прописаться, там, чтобы детей в школу, там, в садик. То есть при наличии техпаспорта это можно сделать. Да, социальные проблемы, чтобы решить. Такой же статус даётся садово-дачным участком как раз в этом данном законопроекта, где действительно будут, им будут выдаваться техпаспорта, и именно будет признаваться, это больше касается на садово-дачные дома, там, где будут признаны эти дачи как жилое помещение. То есть они также там могут иметь право прописаться в целях решения социальных проблем. Но ни в коем случае это не будут переводиться в категорию земли населённых пунктов. У населённых пунктов есть свои перспективы, поэтому они как статус дачи будут в установленном порядке, и единственное, что там будет норма жилое помещение. В одном из наших недавних выпусках, другой передачи, был такой вопрос от зрителя по поводу как раз дачных участков и садово-дачные кооперативы. И там вопрос касался именно вот инфраструктуры. Вот вы сейчас просто отметили, что у населённых пунктов свои требования инфраструктурные, и там свои, например, связанные с водой, с дорогами, с электричеством. То есть там есть свои определённые правила, которые могут быть оговорены в уставе этого дачного кооператива. И там под нормы, которые действуют в населённых пунктах, там действуют немножко другие нормы. Это верно. Это две разные вещи. Получается, здесь статус сам по себе садово-дачные участки. Это как бы очень отличается от категории земли населённых пунктов. Да, да, да. Потому что в категории населённых пунктов есть свои нормы, требования. Там инфраструктура должна быть какова. Полностью перспективный план развития села всегда составляется с учётом инфраструктуры, потому что именно она находится в категории земли населённых пунктов. А дачи, у них статус абсолютно другой. Там сезонный должно быть. Конечно, сейчас государственных дач нет. Все частные собственники. И государство не имеет права вымешиваться в их жизнь. То есть они инфраструктуру именно в этом законе, принятом законе, инфраструктуру создаёт сам собственник. Если это частная собственница, они сами определяют. Если государственный собственник, то государство само определяет. К чему я об этом говорю? Получается, что те земли, которые будут трансформированы, и те участки, в частности, жилмассивы вокруг Бишкека, когда им будут выданы акты частной собственности, там уже будут применяться нормы, которые применительны к населённым пунктам, и будут улучшаться инфраструктурные условия. Обязательно. Потому что здесь так и говорится и в действующем законе, и законопроекта, что полностью они будут переводиться в категорию земли населённого пункта. Значит, они будут... Все нормы, требования, которые относятся к населённому пункту. И там обязательно инфраструктура... Вот повторно повторюсь, я это только по одному виду угодья, орошаемая пашня, около, значит, 11 тысяч гектаров это земли ГФСУ, да? То есть государственный фонд. Значит, это все земли, государственные земли, будут переводиться в категорию земли населённого пункта. Здесь будет государство заботиться об инфраструктуре. А есть... Так как собственник государства, да? А есть земли, которые... Они являются частной собственностью, это земельные доли. Здесь уже сам частник определяет свою инфраструктуру полностью. При планировании, после трансформации в категорию земли населённых пунктов, тут уже заявитель сам отвечает за инфраструктуру. Но с обязательным требованием она должна быть. Государство будет требовать инфраструктуру, обязательно должны быть школы, там, детские сады. То есть полная норма требований населённого пункта. Но в связи с тем, что это частные компании, да? Поэтому они сами полностью решают свои проблемы. Ну, я вот опять же повторюсь, почему я на этом такое внимание заостряю? Мы же видим, что, к сожалению большому, иногда люди, граждане Кыргызстана, имеющие там те же самые права, что и все мы, но тем не менее не совсем там до конца понимают вот такие моменты, такие тонкости, как вот вы только что отметили, что там, где частная территория или кооператив частный какой-то, да, там инфраструктуру, инфраструктурой должны заниматься они сами. А у нас же, как бывает порой, когда люди где-то обосновались, живут, и у них, например, нет электричества или воды, или там с дорогами проблемы, то начинают требовать от государства. То есть тут нужно понимать вот этот момент, да, и тем людям, которые живут, например, на землях государственного фонда, то они имеют право полноценно требовать, а те, кто в частной, они должны требовать там у тех людей, которые им, скажем так, эти жилищные условия организования. Эти земли, которые продали, да. Они должны обязательно требовать тех, которые купили они эти земельные участки, потому что четко, определенно написано в данном законе. В связи с чем это вышло? Уважаемый наш президент подписал этот закон и освободил их от выплаты сельхозпотерей, упущенной выгодой. Раз, значит, они освобождены от сельхозпотерей, или упущенной выгодой, они должны оплатить инфраструктуру. Потому что, как вам хорошо известно, здесь средняя цена одного гектара орошаемой пашни, она 1 миллион 500 стоит. Поэтому, один гектар, да. Поэтому именно те, которые трансформируют именно свои земельные доли из категории земли сельхозназначения в категории земли населённых пунктов, они сами должны планировать и сами должны обеспечить тех людей, которые они продали свои земельные участки, инфраструктурой по той норме, которую требует государство. Ну и завершая наш разговор, получается, мы приходим к тому, что так или иначе каждый из нас, каждый гражданин Кыргызстана несёт ответственность, во-первых, за своё жильё, за те земли, на которых он живёт, которые вот или предоставлены государством для трансформации, или вот частниками, и плюс ещё один момент, возвращаясь вот к санитарным зонам, которые не предполагают жилья, запретные зоны, там тоже теперь те люди, которые там застроились и живут за своё здоровье и за здоровье своих детей полностью несут ответственность сами. Ответственность несут сами, потому что этим законом, ещё раз мы говорим, ужесточающая норма уже работает для тех, которые захват будут даже стараться, это уже лишение свободы до пяти лет при захвате, старании захвата земель, а если целевое назначение, если будут нарушать, тогда четвёртая категория до четырёх лет лишения свободы. У меня просто другое чуть-чуть направление, это чтобы нашим гражданам всё-таки было понятнее, что всё-таки каждый гражданин должен отвечать перед законом и жить в той рамке, которая установлена в этом государстве. Поэтому мы осознанные граждане, мы должны соблюдать требования действующих нормативных правах Кыргызской республики. То есть не допускать больше этого. И не надо ждать случаев, что это будет случай. Больше такой случай не будет. Просто будет требование дальше. И у нас сейчас, если есть время, хотел бы обратиться. В настоящее время у нас ещё в целях эффективного использования государственных земель принято 309-е постановление правительства о развитии сельхозкооператива семенных и племенных хозяйств. К сожалению, из-за недопонимания сейчас на местах идут какие-то негативные действия по использованию земель ГФСО. Здесь основная цель это обеспечение местных населений качественным семенными материалом племенных животных. сельхозкооператива здесь именно данном постановлении правительства передачи земель ГФСУ 75% это именно минисельхозу. Это связано с тем, что значит в 2007 году 243-м постановлением было принято эффективно использовать земель ГФСУ Государственного фонда сельхозугодия. Там основная цель обеспечить продовольственную безопасность. К сожалению до настоящей времени на местах главы местного управления значит данные именно земли государственные земли они использовали неэффективно и под целевое назначение не соблюдали. Поэтому на местах у граждан есть свои земельные доли. Да ради бога пусть работает. Но здесь так как земли государственного фонда регулирует только государство. Государство регулирует в тот момент когда необходимо действительно вот сейчас продовольственную безопасность вот кое-то 2-3 года мы уже поняли нам надо расширить площади эффективное использование именно земли находящей государственной собственности. Поэтому здесь именно цель передачи 75 процентов земли ГФСУ и Минсельхоза в этом. Здесь обеспечение качественным семенными материалами качественными именно породами племенных хозяйств и обеспечение продовольственной безопасности. Поэтому на местах должны правильно понимать люди а не так вот многие к сожалению думают что земли ГФСУ взяли в аренду вот мы как проверяющий орган проверили на местах они должны были предоставляться не менее это на 5 лет к сожалению многие из них не зарегистрированы местными регистрированиями органов. Здесь есть коррупционная схема. Раз требуют требования государства земли ГФСУ предоставлять на 5 лет соблюдением севооборота к сожалению многие были предоставлены на 1 год на 2 года сами не зарегистрированы раз они не зарегистрированы она юридической силы не имеет поэтому основная цель передачи 75% ГФСУ основная цель создания качественных семхозов племхозов и обеспечения продовольственной безопасности здесь регулирует государство поэтому уважаемые жители некоторые должны правильно понимать эффект в целях обеспечения семейным материалом к сожалению их можно сказать и нет поэтому у нас вот этот продовольственной безопасности мы не сможем по данному направлению обеспечить поэтому данная норма вот именно была принята 17 декабря 2021 году 309 постановление правительства в настоящее время при Министерстве создана комиссия сейчас разъяснительные работы ведутся данные значит реализация данного постановления у нас на контроле у нашего министра Скорбекса Парбековича на местах спасибо спасибо вам большое за предоставленную информацию и получается что так или иначе здесь как и в любых других наверное вопросах касающихся государства речь идет об ответственности законности и граждан Кыргызстана и государства со своей стороны спасибо еще раз я напоминаю что мы говорили о трансформации земель в целом с директором государственной земельной и водной инспекции министерства сельского хозяйства Айнурой Кинджибаевой это была программа МАЕК эфира ЛАТО 24 продолжается оставайтесь с нами в Туше это была программа сейчас это боехали это в как